Ну здравствуй, дневник. Нет времени на лирику, ты уж прости, да и места не хватает. 71-я страница уже заканчивается, а война все еще нет. Город Смоленск оказался на пути главного удара фашистских войск по направлению к советской столице. В 43-м именно туда был отправлен ефрейтор Морозов из-за Байкалья. Уже позже судьба занесла его на Курскую дугу, а затем и под Москву. Константин Николаевич Морозов погиб в 43-м. Он мечтал увидеть мирное небо и собственных правнуков. Сам не успел. Школьница Надя Борисова часто вспоминает прадеда Ефрейтора Морозова. В ее доме альбом с фотографиями военных лет никогда не покрывается пылью. Ведь Надя, член почетного караула, аккуратно следит за историей предков и собственной формой для выступления с оружием. За этой формой нужен особый уход, потому что шнур очень часто распадается, еще что-то. Ее мы гладим постоянно, подшиваем, еще что-то делаем. Символическую кроваво-алую форму члены почетного караула школы номер 47 пошили своими силами. С прической тоже не все так просто. Мы нашим пилотки и косички, чтобы быть более красивыми. У нас есть бантики. Они сделаны на заказ, они пышные. Пока Надя готовится к выступлению, многие забайкальцы к обеду. Запах гречневой каши быстро расходится по мемориалу боевой и трудовой славы. В День Победы дети осваивают реактивный миномет «Катюша». Взрослые возлагают венки к вечному огню. Выправку и чеканность шага демонстрируют войска Читинского гарнизона. Погода выдалась ветреная, но жаркая. Защититься от усталости и солнечного удара такое оружие не поможет. Шатырь – это прежде всего пригождается тогда, когда тебе плохо, или ты теряешь сознание, или еще что-то. В нашем каруле это не редкость. Мы, наверное, лидеры в этом. И это обязательно элемент в нашей аптечке. Вооружившись нашатырем и саблей, члены почетного караула 47-й школ выходят под прицел сотен пар глаз. Это кропотливый труд, невероятная ответственность. Некоторые девочки теряют балетки, падают пилотки, фуражки, кто-то теряет сознание. Но, несмотря на это, ребята идут в почетный караул, занимаются этим, им это нравится. И ради этого, я думаю, стоит жить.